Ребята, всем привет! Как вы уже поняли из названия, сегодня видео будет посвящено страйку, которая прилетела от Сергея Симонова. Сегодня Сергей Симонов, один из многих Сергеев Симоновых, видеоблогер, который написал у себя, что это не он кидал страйк, что он тут вообще ни при чем. Вот мне, поверьте, вообще без разницы, он это кинул, не он. В личном кабинете, вот сейчас я бандикамом взял, записал то, что мне там творится, то, что этот страйк, вы видите, специально не делаю эту картинку, чтобы вы понимали, что я там не нарисовал, что-то еще. Вот, вы видите, что страйк этот кинул Сергей Симонов. Я не хочу, еще раз хочу вам сказать, я не хочу разбираться, какой Сергей Симонов, настоящий тот, этот, другой, Сергей Симонов. Суть заключается в том, что с начала конфликта, такой, с горячей фазы, началось следующее. Ну, во-первых, начали писать с аккаунтов однодневок, я их так называю, различные, ну, какие-то фразы, во-первых, шаблонные, во-вторых, оскорбляющие, но я к оскорблениям, как бы, уже давно привык, там, люди, как бы, все равно себя не показывают, и весомость своим словам не придают тем самым, вот, но, как по шаблону, там, порядка 20-30 в день сообщений приходило, там, да ты, урод, там, ну, это я так, в мягкой форме, там, конечно, все похлеще, то есть, вот, когда наступила острая фаза конфликта, люди, как по команде, начали вот это все говно писать. Дальше, как по команде, начали засирать комменты на ютубе и в других социальных сетях, где у нас есть аккаунты. То есть, пошла волна первая. Следующая волна. Практически во все аккаунты в инстаграме, в мейл, там, в другие социальных сетях начали приходить запросы на смену пароля. То есть, люди, ну, понятно, что там это все привязано к телефону, понятно, что это трудно будет взломать, да, ну, какому-то умельцу, может быть, это и удастся. Но суть в том, что начали пугать тем, что, вот, смотрите, мы тут вас тестируем, да, на безопасность или там на что-то еще. То есть, это вторая волна, да, вот как раз тестирование аккаунтов там на прочность, на безопасность. Третьей волной, третьим ударом со стороны противника стал страйк, да. Я сейчас не буду разбираться опять-таки, кто это, настоящий, ненастоящий Сергей Симонов. Там дано понять, что это сторона Сергея Симонова. создали аккаунт. Может не он, может он, я не знаю. Но они создают и кидают страйк на видео, на мое, с которого я с телефона снимал, делал анонс, видео хочу пожрать на канале Reddison. Теперь, ребята, я вам скажу, на что повлиял этот страйк. на канале до 16 марта 2016 года, я могу в числах ошибаться, но, короче, полгода я не могу делать стримы на своем канале. Соответственно, сейчас стримы будут проходить на Твиче. Твиче у нас всегда в ссылках находится в описании к видео, да. Ну, вот в этом видео тоже будет ссылка на Твиче. и у нас будут на Твиче проходить трансляции, да, где можно будет задавать вопросы, то есть, предварительно зарегистрировавшись на Твиче. А видео с Твиче, да, я буду заливать на канал, чтобы те, кто не успел посмотреть, да, у кого времени не было, они заходили на канал и смотрели это все в записи. Ну, как вот многие сейчас делают, когда мы в записи выкладываем вот эти стримы, да, через хэнгаут. Дальше что дал этот страйк, но он дал как бы два запасных еще страйка, да, которые могут кинуть, и я уверен, что их будут кидать. И если канал закрывается, да, мы будем также заниматься с партнерской сетью с VSP тем, чтобы в будущем этого не повторилось. Как говорит Митяй, нужно выработать защиту каракана. И я думаю, что если мы этот путь пройдем, как канал Рэдисон проходил, как канал Руслана Татунашвили, это будет как переболеть в детстве краснухой или там, я не знаю, ветрянкой или какими-то такими болезнями, да, которые нужно один раз переболеть, и в дальнейшем будет иммунитет к этому. Вот. то есть, я отношусь к этому спокойно, в любом случае я найду выход из сложившейся ситуации. Ну и самое главное, ребята, я никого не призываю отвечать, да, вот такой вот взаимностью Симонову, потому что многие уже и в инстаграме написали, куда кинуть страйки, что сделать, чтобы заблокировали канал Симонова, раз он такую подлость и мерзость делает. Я никого не призываю это делать, и в этом случае нужно просто вести себя нормально, по-человечески. Мы с самого начала все делали только на видео, да, там, я не знаю, обзывали друг друга, да, там, приглашали на бой, отказывались от боя и прочего. Все это происходило в рамках видеоблога. Никто с нашей стороны никогда не пакостил. Просто сторона Симонова это школьники, да, которые скрываются за фейковыми аккаунтами, они еще любят там девочек размещать на этих, на фотографиях. Они скрываются, они пакостят, и не надо уподобляться им. И самое главное, чтобы Сережка, ну, я не знаю, не обосрался до 13 декабря, да, потому что я вчера видео посмотрел, где он беседует с каким-то или боксером, или с самбистом, или кем-то еще, и у него спрашивает, а что ты чувствуешь, когда тебе пролетает кулаком в голову? Вот мне хочется спросить, ты якобы из 90-х, ты вот, даже я не знаю, ты там в детстве, что ли, не дрался? Да все, все прекрасно представляют, что такое, когда прилетает кулаком или там ногой, или там, ну, мне еще, помимо кулака и ноги, мне еще и дубинка милицейская в голову прилетала. Все пацаны это все проходили, ну, видимо, когда все пацаны это проходили, ты по маникюрным салонам и прочим педикюрным этим процедурам ходил, что, в принципе, продолжаешь делать. То есть, как так, как ты спрашиваешь, что это, что чувствует человек? Я понимаю, там, можно спросить, что чувствует человек, когда пуля в голову прилетает, ну, кто-нибудь там, кого-нибудь ранило еще, там, и вот это можно спрашивать, там, тех, кто там в боевых точках побывал, да, кто там, пуля, какие ощущения? Это, естественно, это не каждый, не каждый через это прошел, но ногой-то или рукой в голову прилетает, это уже каждый должен это понимать и, я не знаю, опыт такой иметь. Ты вообще, получается, жил в каких-то этих условиях, в тепличных, и я не знаю, как дальше-то жить ты будешь с такой этой позицией. Ты бы хоть и не заявлял, там, что ты в 90-х, там, каких-то братков и прочих бригадах. Это вообще мне вот смешно, когда про это я говорю. Все, ребята, то, что я хотел сказать, я сказал, дальше я жду пакостей, да, либо от Симонова, либо от его, вот этих крысенышей, да, которые у него там, либо ему подчиняются, либо не подчиняются, по своей воле это делают. Но, что поделаешь, когда выходят на бой добро со злом, от зла нужно ожидать вот таких мелких пакостных поступков. Все, ребята, всем пока.